Здравствуйте дорогие друзья, с вами школа Бовсуновского, Валерий Бовсуновский. Итак, дорогие друзья, курс 46, шаг 46, это значение отдельных событий на языке киви. Ребят, в предыдущих курсах мы с вами делали, назначали события вообще для всего, то есть переопределяли функции on-touch-down, on-touch-move, on-touch-up, грубо говоря, что происходит при касании, что происходит при перетаскивании, что происходит при отпускании, то есть это те события, которые касаются некого пространства. Но это было бы очень скучно, а как же быть далее с кнопками? Например, у киви есть очень мощный инструмент и очень простой. В языке киви есть возможность назначать события конкретным элементом, любым. Но, как правило, само собой это как с кнопками. Ну, например, вот мы добавили круг, и мы с вами в этом курсе назначили remove, удалять последний элемент. И вот он удаляется. Или мы хотим clear очистить весь экран. То есть, наделали, очистили. Или remove, remove по-последнему. Далее нас ждут еще более увлекательные вещи. Мы научимся создавать свои события. Это вообще будет круто. Грубо говоря, все делается это очень несложно. Очень просто. Практически одной кнопкой кода, от которой пишется функция. Все мы, то, что вот я сейчас рассказываю, разобрали в курсе. Я очень подробно объяснил. Посмотрите, шесть уроков. Код также дал и дал домашнее задание. Поэтому единственное, что надо, это просто практиковаться. Обязательно будете писать. Да. Совсем не сказал. У вас сайт будет вот таким образом выглядеть. Для того, чтобы заниматься, надо получить логин и пароль. Сайт называется python-android.spb-tut.ru. Если сложно, просто можно набрать spb-tut.ru. Набираем. Открывается школа Django. И здесь выбираем еще python for android. И перейдете на сайт школы по android. Очень богатый спектр, что можно сделать. И мы шаг за шагом развиваемся. Успехов вам. Спасибо за доверие. Субтитры сделал DimaTorzok